Михаил Юрьевич, я надеюсь, в следующий раз приедет. Дело в том, что для него физика и математика – это мать родная, он сам по образованию физик и математик. А я-то все-таки из гуманитариев, но я пришел по другой причине, потому что моя тема, она, как ни странно, сошлась, в том числе и с физикой. Ну, на самом деле, это нормально, потому что материя во всех ее проявлениях, о которых тут любят говорить, но никто не знает, о чем идет речь, а она, ну, просто как-то любые физические тела, тем и сознание, оно все равно как-то связано, только пока непонятно как. Вот эта загадка, которая остается философской, потому что ее необходимо решить. А ответов мы, к сожалению, науке пока не дают. Философия бедная мучается, пытаясь решить этот вопрос. Ну, теперь я к теме, собственно говоря, своего доклада. О теоретической физике и реальности. Ну, сначала начнем с простой констатации факта, что институционально теоретическая физика выделилась как самостоятельная наука, это примерно где-то в начале 20 века. Почему институционально? Ну, потому что нужны некие формальности выполнить, которые как раз позволяют это сказать. А тут такая формальность состоялась, потому что кафедры теоретической физики до этого момента они находились в рамках философских факультетов, а с этого момента они выделились как абсолютно самостоятельно. Знаете, вот отпочкование произошло, и они уже определили свой собственный предмет, и стали уже в данном случае чисто конкретной дисциплиной, уже не философского плана. Хотя, в принципе, понимаете, многие науки отпочковались от философии, но, знаете, все равно философии из них никуда не делается, и никуда не девается из любой из наук. Ну, что хорошо для философии. Ну что ж, итак, теоретически физика для себя определила уже конкретные задачи. Условно говоря, они видятся примерно так. Первая задача, исходя из результатов отдельных частных опытов, открыть общие закономерности физической реальности. Ну, условно говоря, такую задачу можно назвать индуктивной. Идем от частного к общему. И вторая задача, уже исходя из общих законов, которые, в принципе, в физике сформулированы, далее показать, дать уже полное описание физической системы, и самое главное, предсказать результаты конкретных экспериментов. Напомню, наука настолько имеет продуктивно, насколько в ней велика предсказательная сила. Пока она есть, все замечательно. Если в ней исчезает, это предсказательная сила, но, в принципе, данная теория научная или наука, она, в принципе, становится уже неинтересной. А в ней нечего делать. Значит, ей надо искать другие ходы, либо искать другой предмет. Либо переименоваться. Это первое. Далее. Ну, опять же, чисто тезисно. Одной из особенностей теоретической физики является то, что в ней очень высокая степень математики. Однако, здесь ключевая вещь, теоретическая физика не является разделом математики при всем при том. В чем тут нюанс? Математика, вообще-то, ограничивает только одно. Логическая определенность и непротиворечивость. Все. Во всем остальном он абсолютно свободен. А физика имеет дело с физической реальностью. И в этом смысле это огромное ограничение, которое положено на физику. И от этого никуда не удеться. Потому что математик может там радиоудобства, радиологически непротиворечивости творить в математической реальности все, что угодно. В физической реальности это невозможно. Физическая реальность всегда четко показывает свои пределы. И не дает в данном случае возможности уже заниматься, ну, знаете, вот уже чисто математической фантазией, понимаете? Та позволяет себе все абсолютно. Физик этого позволить не может. И тем более занимается. Да. И вот здесь, вот те доклады, которые я слышал, я хочу сказать, вот опять же, здесь вот существует одна опасность всегда. Математика привлекать надо. Она у нас все-таки в царицах наук по гауссу гуляет. Но, правда, у этой царицы сейчас огромная проблема, но это уже другая история. Но что здесь важно? Нельзя математические основания применять обязательно к физическим. То есть требуется великая осторожность. Потому что с математикой можно легко выплеснуть и ребенка. Физику. Физику. И, к сожалению, вот это часто бывает. Я вот даже здесь вот успел посмотреть когда-то. Ну, математике вот это показали, значит, ну, это не значит, что это относится к физике. Это относится к математике. Вот здесь надо четко разводить эти вещи. Да, математику надо, естественно, необходимо. Любая наука, наука пока в ней есть математический аппарат. Ну, и к этому математическому аппарату крайне осторожно надо выходить, потому что он тоже нам может выдать ложные результаты. Ведь в математике нет никакого дела до физической реальности. И вообще до этого мира. Она существует абсолютно в своем мире. Со своими абсолютными законами, которым, в принципе, до нашей дела никакого нет. И вот нельзя ее переносить механически в наш мир. Она нам выдаст совершенно нелепые результаты. Ну, я двинусь далее. Ну, соответственно, теоретическая физика, хотя по методам является точной наукой, тем не менее, она наука естественная по своему предмету и по своим целям. И для нее математика, тем не менее, должна быть всего лишь вспомогательным средством, от которого не следует ждать точности больше, чем точность исходных предпосылок. Следующий тезис. Ввиду сложности объекта исследования, ну, извините, физическая реальность глобальнейшая, на самом деле, тема, и бесконечная, я думаю. Потому что она еще не раскрыта, даже близко. Там работа и работа не в отчатый край. И тем не менее, соответственно, здесь теоретические физики тоже вступают на такой лед достаточно тонкий. Почему? Они начинают выстраивать модели, но эти модели часто могут не иметь никаких оснований в физической реальности. Они всего лишь именно теоретические модели, которые нуждаются потом в подтверждении, либо оказываются голой моделью не более того. Ну, здесь опережаю опять хочу сказать. Тем не менее, это необходимо, понимаете? Во-первых, вдруг они все-таки правы. Это раз. Во-вторых, в науке же это частый случай, когда голая теоретическая модель, которая вообще пока ни к чему не привязана, где-нибудь в конечном итоге сработает. То есть, в любом случае, труд ученого не напрасен. Просто эта модель может оказаться нужной не в этой части, а совершенно в другой науке. И вот там она вообще замечательная самая кладется, и она там действительно эффективна. Просто, понимаете, часто в силу узкой специализации ученые часто не знают, что ответы, которые он ищет у себя, давным-давно сделаны и решены в другой науке. Но он это не в курсе. Почему тот же Рене Декарт, он говорил, что, в общем-то, надо учить все науки, потому что все-таки они составляют единый корпус. И это очень помогает в конечном итоге. Потому что узкая специализация, она в каких-то вещах дает возможность узкого прорыва, но дальше, извините, все равно придется расширять это вещи. И здесь уже узкая специализация нам не помощница. Надо повышать свой уровень. Надо, соответственно, смотреть, как это работает либо там, либо то, что там работает достаточно эффективно, можно применить здесь. Отсюда следующий тезис. Часто использование этих моделей, это действие, часто нелогическое даже, это интуитивное действие. То есть в данном случае интуиция играет тоже огромнейшую роль в физике. Потому что он просто интуитивно чувствует, что вот это работает, это может нам раскрыть какие-то новые грани физики. И в этом смысле он прав. Интуицию никто никогда не отменяет. И хотя наука, строгая наука, требует в конечном итоге точных, конкретных знаний, и интуиции там места нет. Но первопроходцы всегда идут вперед благодаря интуиции. Следующий тезис. Особое значение в теоретической науке физики занимает приближенное рассмотрение. Вот чем оно интересно? Вот я уже говорил, что можно выплеснуть ребенка из ванны. Дело в том, что физическая реальность в максимальной приближенности не нуждается. Потому что есть некие пределы, за которые уже нельзя переходить. Математика пройдет этот порог, потому что она его все равно не видит. Это не ее реальность. Она пойдет дальше. Но физическая реальность на этом заканчивается. Вот сегодня Максим Григорьевич хороший пример проводил. Да, вода можно делить до капли, можно делить до молекулы. Но, извините, предел для математики не заканчивается. Она дальше будет делить, но дальше нет воды. Дальше нет физической реальности. И поэтому здесь тоже есть некий момент, когда надо четко понимать, надо остановиться. Надо остановиться. Дальше голая математика, но физической реальности в ней уже не присутствует. Следующий тезис. Вот такие приближенные величины, естественно, они почему важны-то? Математическое описание мира основано на взаимодействии непрерывных и дискретных явлений. И вот на этом основании Арнольд, ну, это академик, говорил, что математика есть вообще часть теоретической физики, где эксперименты очень дешевые. Ну, и вообще математику считал экспериментальной наукой. Ну, думаю, он ошибся. Нет, ну, она дешевая, конечно. Коллайдеры строить не надо, но маленький нюанс. Еще раз говорю, математика будет говорить о своей математической реальности. В этом смысле она не экспериментальная наука. Другую точку зрения высказал Поль Герак. Но он считал, что физику вообще не стоит опираться на физическую интуицию, потому как для него интуиция это всего лишь имя для предвзятых мнений. А правильный путь он видел в том, чтобы взять математическую теорию последовательно развивать ее и привести постепенно к важным моделям. А сами физические законы вообще должны обладать математической красотой. Идея красивая. Но в данном случае, опять же, на мой взгляд, это перебор в сторону математики. Дело в том, что физические законы могут не обладать свойством красоты. И не обязаны иногда обладать свойством красоты. Вот математика любит симметрию, любит красоту. Да, но опять же, это свойство математики. А мы, пребывая в этой физической реальности, получили эту реальность такой, какая она есть. Я не знаю, по принципу, какой красоты ее выбирали, но можно там вслед за ледницей сказать, что этот мир лучше из миров. Почему? Он, конечно, несовершенный, но, извините, просто другие миры еще хуже. В них другие физические константы, в них совершенно другая жизнь, в них другой наблюдатель, не человек, другой наблюдатель. Ну, к теории инопланетян или еще что-нибудь, можно было бы сейчас. Но нам дали вот это. И с этим мы с вами будем жить. Ну, осталось только одно. Возлюбить это и признать это красиво. Все, что для нас с вами остается. И не ворчать постоянно на то, что он несовершенный. Извините. Другие, напомню, гораздо хуже. Ну, в качестве еще одного примера между вот такими физическими и математическими подходами я вот тут упоминаю одну забавную историю. Академик Зейлдович как-то выпустил книгу высшая математика для начинающих физиков и техников ну и там дала определение функции а но прочту то есть это величина отношения превращения функций к превращению аргументов предположение что последнее мало 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 конечно но естественно что математик академик пантрягин очень обиделся на это потому как это не соответствует его математическим представлениям но здесь льдович ответил достаточно просто физиков интересует конечные превращения физику не интересует абстрактно математические пределы потому что физик все таки имеет вот с тем что есть она конечно в конечно и у него есть пределы самое главное у него есть пределы о конечности бесконечности это еще спор который тоже не решим но поэтому найти громогласные самое вселенная конечно и вселенная бесконечно мне всегда напоминает антиномию канта можно сказать это и другое доказать и то, и другое, но точного ответа у нас просто нету. Для этого нам сначала все-таки надо определиться, что такое пространство, найти его реальные пределы. Но извините, человечество пока сделать не в силах. Не в силах. У нас нет ни научного инструмента, который мы могли бы измерить, у нас нет пока никаких возможностей ответить на простой вопрос. Бесконечность или конечность в целине. Это вопрос, который философы и математика, и физика давали совершенно разные ответы. Но исходя из собственной философии. Но ответа они тоже не дали. И они его не знали. Они предполагали. Ведь это в данном случае философия. Ответ неоднозначен. Двинусь я далее. Еще в качестве примера я тут привел как раз к позитивному историю с теоремой Янга-Милса. Они использовали понятие изотопного спина, которое было введено Юджем Вингером. И на основе его они выстроили свою в конечном итоге антологию. Причем их теория вообще никак не была привязана к физической реальности. Она была всего лишь забавной математической игрушкой. Сначала. Но потом, когда ее начали разрабатывать нашли пути при которых оказалось, что в принципе вот эта теория может быть использоваться как стандартная модель физической реальности. То есть труд людей не пропал даром. Хотя то, что начиналось изначально как всего лишь забавная игрушка. Всего лишь плод теоретического ума. Но оказалось, в принципе, она работает. И использовать эту теорию при описании к физической реальности оказалось вполне возможно. Здесь что еще важно? Просто эта теория она еще дала образец построения других моделей. Которые тоже можно на основе ее выстраивать. Совершенно новые. И тут еще что интересно. Что гносеологический аспект этой теории самое главное. Он не избавляет нас от вопроса о онтологическом значении метода. Потому что Янг, Милс, они не открывали никакой новой реальности. Но они открыли новую онтологическую структуру. Вот что важно. Дело в том, что реальности-то много. И соответственно эти реальности каждой реальности соответствует своя онтология. Которую надо прописывать. Ну, я просто примеры введу. В физической реальности атома нас не существует. В нашей атропогенной реальности атомов не существует. Да, это нормально на самом деле. Это означает просто каждой онтологической каждой реальности соответствует своя онтология. Свой наблюдатель. И мы в этом случае не пересекаемся. Понимаете? Тут еще Нивсбор, кстати, решал эту проблему. Он-то как раз впервые обратил внимание, что да, вот атом он присутствует в другой реальности. Но здесь возникает для нас проблема знаете какая? Мы не можем изнутри описать реальность атома. Ну, потому что мы не атом. А это нет, понимаете? Это очень важно. Потому что в любой реальности нужен наблюдатель, который, по крайней мере, может дать принципиально иной взгляд. Взгляд изнутри. Взгляд только со стороны. Он всегда однобокий. Он не дает никогда реальности. Еще Канта об этом отвечала. Что мы всегда знаем? Некую объективную реальность. То есть как феномен. Но мы не знаем, что есть вещь сама по себе и внутри. Почему? Там нет наблюдателя, который нам бы об этом рассказал. Сторонний наблюдатель. Сторонний наблюдатель все равно будет наблюдать только внешние явления. А внутренних он все равно не видит. Ну, немножко то мы догадывались. Догадываться мы можем. Товарищи, мы догадываться, сами понимаете, это мы встаем опять же на тонкий лед. догадываться, мы на основании этих наблюдений можем делать вывод для структуры. Нет, я наоборот люблю, когда отца я наоборот очень благодарен, когда напрямую начинаю реагировать. Ну, значит, я не зря здесь стою отца. Это самый лучший доклад. И не отца. А то, как проводят аплодисменты, ну, извините, меня аплодисменты сейчас как-то после того, как я их на похоронах слышу, как-то вызывают уже отца. Неприятные ассоциации, да. Извините. так вот, еще раз говорю, тем не менее, нам нужно два взгляда. Внешний, который даст внешний наблюдатель, и внутренний. Только тогда мы получим реальное представление о вещи. Нужно не соглашаться, я же не спорю. Я же в данном случае высказываю философское зрение, спорить не собираюсь. Но по одной простой причине я уважаю мнение других философии, извините, но вот самое. Мнение другого тоже не оспаривается по одной простой причине. Раз мы не знаем пока точного ответа, не за что пока воевать. Вот как только узнаем конкретный ответ, вот тогда, извините, тогда пойду драться за истину, как полагается философу. Но тем не менее, я вам просто предлагаю, вы как-нибудь над этой мыслью подумайте. Внешне не дает нам полного знания. полное знание нам дает всегда состыковка внутреннего и внешнего. Только тогда мы получаем полное представление. Полное представление. Но здесь возникает проблема вот этого наблюдателя, который бы нам об этом же сказал. Кстати, Борта как раз на это внимание я обратил, почему он некоторые вопросы и запрещал. Извините, просто внутренний наблюдатель нам бы об этом ответил, а мы мы не можем. Мы всего лишь внешний наблюдатель. И поэтому многое для нас остается непонятным. Далее, следующий тезис. В 20 веке теоретическая физика столкнулась еще с одной проблемой при описании атомного мира. проблема в чем? А в том, что результаты наблюдения экспериментов не позволяют создать полное непротивоочивое описание процессов происходящих в этом мире. И принцип дополнительности Бора фактически постулировал, что любая попытка создать такое описание полностью безнадежна. Но это констатация факта. Почему? Бор говорит о простых вещах. То есть если мы описываем атом как частицу, мы получаем одну реальность. Если мы ее описываем как волну, мы получаем другую реальность. И нельзя, как пытался товарищ в данном случае Эйнштейн в следующий за ним, он пытался как-то все-таки ухитриться таким образом, чтобы получить реальность, которая описывается одновременно и так, и так, не получается. Эта задача для Эйнштейна оказалась безнадежной. Ой, извините, а я еще столько не расскажу. Ну ладно, тогда я еще одну задачку подкину. Эта задачка, условно говоря, называется квантовый компьютер. Чем интересен квантовый компьютер? Ну, классически понятно, там либо ноль, либо один, условно говоря. квантовый интересен тем, что он как раз одновременно и ноль, и один. то есть, он фактически у нас проделывает огромное количество операций, до которых классический компьютер никогда не в состоянии достичь. Это новый прорывной скачок. Нам-то чем он интересен? Что вот это, с точки зрения философии, что квантовый компьютер может работать в любой реальности и во всех возможных мирах, которые существуют. Ну, я уже говорил сегодня, Эвертоне, который, в принципе, теорию множественности миров тоже высказывал. Так вот, квантовый компьютер, он рабочий везде. И здесь мы сталкиваемся со следующей опять же проблемкой. Либо мы его создадим, и он нам откроет новые возможности, о которых мы пока не можем даже описать. И главное, он, наверное, в конце концов сможет нам описать как-то эту физическую реальность. Либо не сможем. Ну, тогда, товарищи, задача наша снова, потому что все наши описания, как всегда, до сих пор оказываются пока неполными. И нам надо теоретической физике снова надо будет решать вопросы описания реальности. Ну, я так понимаю, что мое время закончилось. Спасибо. Давайте поблагодарим Николай Борисовича за очень эмоциональное выступление. Я вот порадовался такому, такой харизмой, как я обладаю, позавидовал даже. это вы Михаила Юрьевича еще не видели. Он бы вам еще тут спел. Не, подожди, не уходи. да, вопросы. Пожалуйста, вопросы, ремарки, пожалуйста. Чихурасан, пожалуйста. Я сделал исследование в искусственном интеллекте в 1910-х годах и в начале поближе к микрофону в начале 90-х годах и я обнаружил, что вероятностная теория не будет само обучиться. Совсем не будет. Например, если мы генерируем хаотические прогресс 7 серий чикер использую логистические асинкционические выравнения. асинкционические выравнения выравнения это нет. Второй включите и направьте в сторону. не включая выравнения включая выравнения 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 Это причина, по которой я, I gave up, making research on artificial intelligence. And I asked to teach me, I asked to teach me, what is the real, true mathematics, which criticizes for a big fear. And I made it. I understand. And if we can replace Boolean algebra by real, which can replace Boolean operation, all the entire Boolean operation can be replaced by arithmetic. That is, how do you say, there is a law of exchange in Boolean algebra, or the Morgan law, et cetera. If you use only theorem in number one, you can completely replace all those Boolean algebra by arithmetic calculation. And I said, I noticed that there is a possibility to create an artificial intelligence in the intellectual, 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 computer. If we can replace Boolean algebra, it is possible to create such a computer. But if we use no, if we use a number of perfidation, the same method in the height, between 0 and 1, it expands its entire system. Это значит, если мы введем вероятность и теорию там, это невозможно построить такой компьютер. Это что я. Да, ну фактически это немножко не по моей теме, но тем не менее и это мне самое близкое искусственный интеллект. А главное у меня просто, понимаете, я-то множественной субъективностью занимаюсь, а она интересно выходит как раз на квантовый уровень, и фактически там в квантовой биологии заскакиваешь. И главное, сознание, оно где-то на уровне квантов, на самом деле. Так вот, ну я не знаю, я не программист, поэтому решить проблему как с вероятностью системы, а она нужна, понимаете, в чем дело? У человека изначально нечеткая логика, и это особенность человека. Мы не предназначены целенаправленно никакому виду деятельности, поэтому мы дилетанты во всех видах деятельности. Это наше зло, и это наше благо. Искусственный интеллект для меня, ну лично он уже создан, это все понятно. Потому что если компьютер даже в шахматы просто выполняет и даже выигрывает, в принципе, что для нас мышление? Это выполнение некоторых логических процедур. Они выполняют эти логические процедуры, пусть пока в узкой области, но далее, ну и даже в этой области они уже, в принципе, часто превышают возможности человека. Но я пока за человека спокоен именно по одной простой причине. В силу нашей нечеткости мы все равно будем впереди планеты всей пока. Потому что этого у искусственного интеллекта пока нету. И не знаю, когда он ее достигнет. И второе, что я для себя понял, сознание, интеллект, он все равно привязан к своему носителю. И поэтому биологическое тело человека у нас, сознание, потому и такое, что оно привязано к нашему телу. И оно видит этот мир вот так. Искусственный интеллект, он привязан к совершенно другому телу. Он видит мир совершенно иначе. И значит, если можно смело предположить, что где-то существует сознание в совершенно других формах. И оно видит этот мир совершенно иначе. Потому что тело там не наше. Я маленькую ремашку сделаю. Кто-то из философов заметил, может быть, вы мне напомните, что, Николай Иванович, что для того, чтобы Богу увидеть мир нашими глазами, ему нужно забыть, что он знает. И тогда он увидит мир-вероятность. Фамилии не вспомню. Это где-то в вопросах философии. Мысль понятно, но вы таким образом снова возвращаете меня к этой идее внешнего и внутреннего наблюдателя. Бог может понять этот мир. Но, собственно говоря, он эту задачу-то выполнил. Напомню, Новый Завет. Иисус Христос – это тот самый Бог в образе человека, который пришел все-таки посмотреть. А что это такое человеческий мир? И он с ним познакомился, но, к сожалению, он ему не понравился. Пожалуйста, вы давно руку тянете. Ваше имя отчество еще раз. Никита Александрович Павлович. Ради дискуссии, Владимир. Насколько я понял, суть доклада – это мы люди, человек, мы внешние наблюдатели по отношению к этому миру. Нет, здесь мы как раз внутри. Уточните, если что. В человеко-размерном мире, в атропологическом, мы внутренний наблюдатель. Но только в этой реальности. Во всех остальных, по отношению к другим реальностям, но хотя бы к реальности атома, мы внешний наблюдатель. И поэтому наше знание изначально... А потом вы считаете, что атом – это какая-то вторая реальность, и там нужно иметь какого-то второго наблюдателя. Да. Да? Это другая реальность, абсолютно. Другая реальность. Но вы же в курсе, законы микромира не соответствуют законам нашего мира. Не кажется вам эта идея, ну, в общем, какая-то бредовая? Вместо того, чтобы объединить атом и наш мир в единый мир, да, и сделать атом, скажем, величиной со Вселенную, а мы, как наблюдатели, внутренние в этой Вселенной. И дело с концом. А зачем всё это вот деление? Нет, а понимаете, в чем дело? Я как раз... Это одна из тезисов моего доклада. Горькую правду рассказываете. Да. Понимаете, в чем дело? Вот в физической реальности вот этого мира, в котором мы с вами существуем, в силу того, что она предельна, её ни с кем не объединить. А реальность атома – это совершенно другая реальность, и опять тоже не объединить. Здесь всегда возникают пределы. Извините, мы состоим из атомов. Значит, ну что, тоже другая реальность? Ну, в чём-то да. А к чём-то? А вы ещё, я поясню, вы биологов наших почитаете, а там такие страсти начинаются, типа, допустим, вы же не только из атомов, вы ещё из микроорганизмов, так? Микроорганизм – это уже какая-то форма сознания. И они уже там дошли вместе, что, в принципе, всё, что делает человек, на самом деле он всего лишь игрушка, которые находятся в руках этих микроорганизмов. То есть нами манипулируют изначально. Такой забавный, печальный вывод. Не зря говорят – познай себя, и ты познаешь весь мир. Это старая античная идея. К сожалению, она оказалась неточной. Давайте, пожалуйста. Познав себя, мы можем сделать только одну вещь – познать самого себя. Ну, хорошо, конечно, принесли соотношение между физикой и математикой. Очень хорошо сделали. Но вот утверждение о том, что мы как бы в социуме видим со всех сторон, мы видим только изнутри, к сожалению. А атом мы можем наблюдать с помощью инструментов. То есть мы можем войти туда с помощью инструментов. То есть нам надо научиться выходить за пределы социума и посмотреть со стороны. Пока это мы только… Вот эти два момента как-то у вас не просветились. Секундочку. Поясняю тогда. У нас есть, конечно, инструменты заглянуть эмиратом, только еще раз, они все равно останутся внешними. Это первое. Второе. Вот в чем прелесть человека и в чем прелесть философии? Мы по отношению к социуму всегда еще пытаемся занять не только внутреннюю, но и хотя бы внешнюю позицию. Это же можно для нас сделать. Ну, давайте так. Объясню, как мы можем быть внешними. Всего того, что мы с вами русские, все без исключения, русские – это менталитет, это не национальность, не нация, вообще никакая. У нас свой специфический взгляд на этот мир. Но рядом с нами есть европейцы, которые видят его совершенно иначе. Вот на этой стыковке мы можем проследиться. Они нам покажут, какие мы для них. Извините, картинка, честно говоря, все абсолютно вульгарные, потому что у нас видят врагов, и они нам боятся, поэтому у них конкретно всегда там медведь появляется или еще кто-нибудь, или страшный Путин. А мы можем со своей стороны показать и недостатки, и пределы европейцев. Можем, можем. То же самое мы делаем по отношению к китайцам. Потому что они нас видят такими, а мы видим их совершенно иначе. Мы им рассказываем, как они выглядят со стороны. Поэтому здесь проблемы внешнего наблюдателя в социуме для нас с вами нет. Кстати, я бы на месте товарищей антропологов давно бы, во-первых, заявил все-таки, что Россия – это отдельная русская цивилизация, и давно бы постарался бы это обосновать. Потому что, объясню почему. Говорят-то об этом многие, начиная с Данилевского и так далее, и так подобное. А научно-то обосновать до сих пор никто этого не сделал. То есть фактически это остается пока на уровне обыденного мнения, не более того. Пора бы вообще-то как-то научный подход к этому сделать, и давно эта задача не выполнена. А она нам нужна, понимаете? Потому что всегда возникает любимый вопрос славянофилов и западников. Мы европейцы, или мы все-таки Восток? И мы всегда натыкаемся на проблему. Мы не Европа, мы другие. Но мы и не Восток, мы другие. Но это надо обосновать. Да ладно, что-то далеко поехали. Нет, ну... Это интересно. Секундочку. Мы говорили о социуме, и говорили о внешнем, внутреннем. А потом перейдем уже... Это все-таки про физику. Верно говорить. Связано все. Все связано, понимаете? Вот идеальная социальная философия – это физик, который обладает, условно говоря, уровнем знания Бора и Нинца. Почему? О социальной реальности нельзя говорить, не зная физической реальности, а на фундамент. Не зная биологической реальности. Это второй фундамент. И только на это наслаивается социалка. У нас, к сожалению, беда социальной философии в чем? Они физики не знают, они биологии не знают, они нифига не знают о социальной реальности по одной простой причине. У них фундамента нету, у них базы никакой нету. Они говорят, нахрен это нам нужно, вот ко мне. А вот без этого нельзя. Конечно. И это значит, ты дилетант на самом деле, человек, который ничего не понимает и в социальной философии. Я получил истинное удовольствие от вашей волны, от моей речи. И как бы говорите. Я слышал, я же, самое, все-таки еще и преподаватель философии. Учеников различают с любого уровня. И даже с шепотом. Я еще, я начинал просто, учитель. Понимаю, понимаю. Ну, исключительно талантливый, конечно. Вы свой предмет докладываете. Да. И вот, в связи с тем, что вы развили эту тему, отделение теоретической физики, математики, физики как таковой, я вот хочу задать такой вопрос. Ну, естественно, что в последнее время теоретическая физика занимается геометризацией всех процессов, которые происходят в физике. Да, и вот вопрос мой неожиданный. Ну, скажем так, сейчас, сейчас теоретическая физика ее искаженным в виде преобладает. А когда у нас наконец возобладает реальная физика будет директовать нам скажем? Понимаете, все дела. Здесь две вещи есть объективные, но вопрос-то, конечно, к физикам-теоретикам не надо отдать. Я-то не физик-теоретик. Но я могу сказать, здесь есть на самом деле объективные причины, почему такое происходит. Дело в том, что теоретическая физика, она хочет сделать, ну, это, естественно, входит в ее часть, она хочет сделать прорыв. А физика как таковая, ей пока материала-то никакого не дает. И вот здесь, к сожалению, часто во многих науках возникает вот эта проблема. Незаметно наука становится, из науки становится мифологией. То есть она уже куда-то уходит в такие вещи, да, и, в принципе, полностью теряет представление о том, чему она должна заниматься, и что. Это понятное желание вырваться, открыть какие-то новые горизонты. Но еще раз говорю, это всегда хождение по льду. Она поэтому в математику ударяется, потому что, если физика не дает никаких, то приходится как-то пытаться перескочить и что-то сделать. Но часто это делается каким макаром? Все-таки не отрываясь от физики. Они берут знания физики, о частицах и всех остальных, а потом из них пытаются скомпоновать какую-то новую теорию. Да. А новую, извините, в науке присваивают себе, это в том числе любимое... А кто в этом сомневается? Все, поехали дальше. Ваш вопрос. Что вы можете сказать касательно человеческой смысле или бессмысленности человеческой деятельности, в том числе научной, и касательно вечных вопросов, кто мы, откуда идем, вы определили, мы русские, но есть еще один русский вопрос. Что делать? О, нет, что делать, это Путин, он, он-то знает, что делать. А я на ваше отвечу. Здесь кто мы и откуда сие покрыто мраком и ничего неизвестно. Просто я антропологию походу еще читаю, и этот вопрос один из моих любимых. Ничего неизвестно. Мы с вами Иваны родства непомнящие и незнающие. Мы в этом смысле... И куда идем? А никуда не идем. Так, я сейчас еще одну любимую фразу наших экзистенциалистов скажу. Мы все помрем. У меня студенты периодически эту фразу произносят, и зачем нам это все надо? Товарищи, да, мы помрем. И поколение следующее и помрем. И человечество когда-то исчезнет. Но извините, мы живем здесь, мы живем сейчас, и мы хотим получать от этой жизни удовольствие. Кто-то получает удовольствие от наушных поисков, кто-то болен идеей сделать что-то для человечества. именно это и является смыслом человеческой жизни. В чем прелесть нашей человека? Мы сами задаем себе смыслы, мы сами задаем свои цели. Как скажете, так и будет. предсказательная сила в науке это ее как бы движущая сила, да? Вот. Тогда почему вы отрицаете математические различные выкладки, в частности симметрии, другие теории, в качестве роли предсказательной силы? Так, понятно. Понимаете, в чем дело, в симметрии уже нет никакой предсказательной силы. Она уже констатация фактов. Да, она обладает красотой, но понимаете, опять же, это чисто субъективный вы ее употребляете. Нет, а я, понимаете, я еще и эстетику читал, в том числе показывал эстетику, красоту, эстетики математики. Но поэтому я в курсе, о чем я говорю. Но дело в том, что предсказательной силы действительно там нет. Мы можем это любоваться, мы можем это связать, но предсказания там никакого нет. А знаете, почему? А потому что понятие жизни оно несимметрично. И там нет симметрии. Вы сами говорите. Нет, нету гармонии. Нету гармонии. Гармонию мы, товарищи, с вами задним числом даем и чему-то приписываем. Но реальности в жизни гармонии не существует. Почему вы отрицаете существование другой физической реальности? Не отрицаю, наоборот. Секундочку. Эта реальность описывается от тот математический аппарат, который не соответствует этой реальности. Так может быть этот математический аппарат описывает другую реальность, которая нас ожидает в будущем, или может быть которая существует где-нибудь на Марсе, на Венере и так далее. Так, меня здесь одно утешает, что вот есть вот эта физическая реальность, и я надеюсь, что мы в ней будем существовать. На Марсе та же самая физическая реальность, что и здесь, но с нюансами, что там тяготение, пятая, десятая, но это уже детали. Но физическая реальность нашей Вселенной она в данном случае одна. Я не отрицаю других физических реальностей, наоборот, я с удовольствием говорю о теории возможных миров, потому что наш мир не единственный. Здесь я с Декартом согла... ой, начиная с Демокрита, придерживаясь теории множественных миров. Наш один из миров, существуют еще другие, о которых мы просто не знаем. Мы же заперты в своем мире. Правильно. Так может быть, эта математика описывает другой мир? А вы ее сразу... Может, но здесь, тогда здесь по Аристотелю. Здесь сугубо прагматично. Сынно того, что нас интересует этот мир, извините, вот тот будет нас интересовать тогда, когда мы будем там. Может описывать, может не описывать. Да. Надо узнать, надо до туда добраться. Здесь я другое говорю. Просто, вот опять же, одна из красивых мыслей. Просто в каждой физической реальности соответствует своя математика. Можно ремарочку небольшую опять же сделать? Кантер, Гевр Кантер, сущность математики в его свободе. И вот на этом основании можно сказать, вот я хочу проиллюстрировать мысль Николая Борисовича, что сущность физики в ее не свободе от закономерности, от эксперимента. Вот я так понял эту мысль. От реальности, да. Третье будет, да? Третье вопрос. Значит, вы сказали, что внешний и внутренний наблюдатель только вот в своей совокупности интегрируются два мнения, мы можем дойти до мысли истины. Да. Да, вот в соответствии с этим своим высказыванием, какие различия, меры, параметры, измерения, единицы измерения вы видите между внутренним наблюдателем и внешним наблюдателем. А, вот это хороший вопрос. Конечно, отлично. Ну, в нашем человеко-размерном мире в чем наша прелесть? Мы можем, мы внутренний наблюдатель, и мы можем по отношению к нашему внутреннему наблюдателю построить, стать внешним наблюдателем. Понимаете, в чем нюансик-то? Я вам сегодня поминали Блаженного Агустина, я и поминал. Да? Понимаете, в чем дело? Блаженный Агустин открыл феномен внутренней реальности человека. Внутренняя реальность человека не описывается внешним наблюдателем, то есть в физических категориях нашу внутреннюю реальность не описать. У нас совершенно другие. Там вводится понятие внутреннего времени, внутреннего пространства, то есть там другой совершенно мир. Вот в чем нюанс. Николай Борисович, а? А чем психологи занимаются? Честно сказать? Внутреннего. Дуримаются. Николай Борисович, что вы понимаете под словом прелесть? Вы все подождите, секунду, Наталья, вы все спросите, за меня. Нет, товарищи, философия она точная, под словом прелесть я понимаю слово прелесть. Смотрите словарь. Словарь лесть это ложь, прелесть это превосходная степень лжи, да, совершенно да, по корне словам именно так. Какой-то вы не тот словарь смотрите? Прекратите. Отвечайте, Наталья, что надо? Давайте продолжим вот этот третий вопрос. Вы говорите о реальности, да, о реальности. Любая реальность, она всегда имеет какие-то параметры, единицы измерения, все. Так нельзя просто так взять и говорить. Это одна реальность, а это совсем другая реальность. Я вас прошу привести какие-то сравнительные данные. Вот параметры такие, здесь такие, меры такие, меры такие. Сказать просто, что это разные, я поняла, что разные. Но в любом случае реальности соответствует что-то. Вот что соответствует внутренней реальности, что соответствует внешне. Ну здесь опять же сошлюсь на философов, здесь над этим они давно мучаются, но давайте так, физическая реальность у нас соответствует физический закон здесь параметр говорительный я так понимаю не надо все в курсе так но тот же декарт вслед за ним спиноза и далее пошла ветви от самой говорит еще о внутренней реальности а что и свойственно мышление все и других параметров там больше нету и как теперь это соотнести они как они существуют по своим объективным законам совершенно по-разному значит у нас мир всегда будет двойственно это еще в самом лучшем случае он двойственным я подозреваю что все гораздо сложнее что он на самом деле не двое существом теории которые говорят о единстве мира научных теорий а вы заранее значит ставите вот этот штамп что он как минимум двойственно может быть тройстве не тогда реальности и да и да и на самом деле еще будь я объясню почему вы понимаете на самом деле вот самая простая теоретическая мысль с которой легче всего начинать на самом деле она логическая и она просто называется удобство мышления принять как тезис что все едино да ну извините это всего лишь некая аксиому которую мы там вводим но никак не доказывать это так ну как по доказательству на самом деле никаких нет вы понимаете все дело чем дальше движется философия тем больше она от категории единства переходит категории который называется сложность и на ответы кантом на самом деле это будет ответ такой мир сложен изначально он не простой он не единый он сложный и нам надо в конечном итоге принять эту мысль и начинает разрабатывать это все начиная от этой извините извините единый это не не антоним слова сложный да это разы как сложно но он един секунд в теории зеркальных нейронов она доказана еще и павловым и сеченом и многими современными физиологами она говорит о том что нашему мозгу проверено различными там датчиками ему все равно например есть такие нейроны или вы это делаете сами или вы просто наблюдаете как это делает иванов понимаете или вы сами и эти нейроны одинаково реагируют что на ваше действие что на действие иванова это доказано это подтверждено экспериментально поэтому как можно говорить о том что две дуальность две реальности не совпадают это секунд осталось немного времени вопрос хорошо понимаете чем дело опять же когда мы смотрим на то как действуют нейроны это некий внешний наблюдатель то есть это научный инструмент так опять же и возвращаясь тоже сам мысль а сам нейронов что об этом думает кто-нибудь нам расскажет что у него мозги есть николай борисович очень очень может быть понимаете но в силу того что мы пока не в состоянии заглянуть и понять но ведь мы же думаем работает у нас нейроны но извините значит нейроны как-то участвовать в нашем процессе мышления они не просто биологическое тело надо захочет наталья все ладно вот такой будет оппонент вот сейчас круглый стол начнется и я рядышком рука поднялась товарищи вот чего я не могу сделать это я не могу остаться на круглый стол это я ну извините я тут так влепался в петербург вас осталось что я сейчас я решаю проблему как выбраться из санкт-петербурга и плюс извините опять же за такие интимные подробности я в первый же день умудрился отравиться сожалению еда оказалась некачественной и сейчас на самом деле я вот сама температура мозг работает и слава богу это извините вы получите то что вы хотите получить то что вы получите какое имеет отношение к физической реальностью не такого вы что хотели то и получили вы сами себя проверите и сами себя еще раз в этом убедите вопрос не корректен вопрос некорректен изначально я понимаю и вы меня поймите вы выстраиваете некую гипотезу под нее соответственно сознательно или бессознательно вы подведете свой ответ причем его сами докажете никто и так нехорошо не хочет заблуждаться как сам человек а ученый в два раза больше ну ладно это не буду дальше развивать следующее замечание на тему математики и физики если вы говорили что аккуратно используем математики тут есть такой момент связанный с тем как связаны между собой физикой и математиком имеете общеперличная физика или математика имеете физика математики физическое основание или наоборот я я всего лишь констатировал некий спор вот честно говоря мне в данном случае абсолютно без разницы кто первичен кто вторичен начиная кстати с того же товарища макса который говорил что бытие первично сознание вторично на самом деле нет такого основного вопроса философии кто первичен кто вторичен это идиотский вопрос не 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 абсолютно идиотский знаете почему важно не тот кто первичен дело в том что во первых фабрикант янгель сказал якобы раз историческое бытие первично то оно и правит товарищи правит не тот кто первичен а тот кто правит то есть сознание может мир единоцелостный и вопроса такого нету к сожалению он искусственно создан марксизмом и под него потом подогнали всю нашу историю философии нет такого вопроса хорошо коллеги ой я бы и на это поспорил спасибо спасибо еще раз сейчас у нас последний доклад так 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 эффект нелокальной связи при дистанционном воздействии на живые макросистемы вот сейчас мы все узнаем андреяшева марина анатольевна андреяшева марина анатольевна начало доклада как мышкой 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 нажимаете на вот это вот первая страница у вас 2 нет мне не 1 2 а в режиме показа слайдов согласен а по мере того как говорит нет мышечку нет по мере режим пока на